Сегодня увидел интересную статью, которая называется «Откуда взялись все химические элементы, если изначально во Вселенной были только гелий, водород и немного лития?» Вот так называется статья, и какой-то товарищ, честно говоря, подписался он каким-то научпопом, просто надо было подписаться попой, потому что от науки здесь нет ничего в его статье. И вот он пытается рассуждать, вернее, пытается обучить людей знанием того, как появляются, по его мнению, химические элементы внутри звезд. Это неописуемое неудовольствие, потому что ничего рядом настоящего с наукой здесь нет. Сжигая в своих недрах самый распространенный элемент водород, они превращают его в гелий, выделяя при этом лучистую энергию. Старея, растратившие водородное топливо небольшие звезды, становится красными гигантами, в которых возникают благоприятные условия для горения уже гелия. Человек совершенно не понимает, что он пишет и о чем он пишет. И давайте я вам коротко в течение 10 минут расскажу, как происходит возникновение химического материала, из которого в том числе состоим и мы. Во-первых, все пространство, которое находится вокруг нас на обозримом нами расстоянии, заполнено вакуумом. Вакуум состоит из квантов вакуума, которые я назвал резонами от латинского слова «возникать», «оживлять», «появляться». Вот примерно так, это слово имеет тот же корень, что и слово «раса», и что и слово «русский». Из квантов вакуума состоит все пространство изначально нашего мира. Далее квант вакуума рвется, каждый конкретный в своем каком-то положении, где-то здесь, может быть там, где-то в разных местах. И вот этот разрыв кванта вакуума, он является началом возникновения химических элементов. Если разрыв так и остается, то есть потом он никуда не исчезает, а я вам расскажу потом, как это происходит, то тогда получается первый материал, то есть это нейтрон. И вот из этого нейтрона, потом уже дальнейшими путями, происходит пара электрона и протона, которые складывают первый химический элемент водород в виде протия. Так вот, дело в том, что каждый квант вакуума, он состоит из двух вот таких колец. Они как бы наложены друг на друга и вращаются в разные стороны и сдавливаются вместе магнитными моментами при условиях сверхтекучести и сверхпроводимости. Если вот эти штучки разрываются, два кольца, одно уходит, условно говоря, наверх, другое вниз, и вот вся вот эта конструкция полусферическая, она называется уже нейтроном. У нее одна сторона – это протон, другая сторона – это электрон. Или по-другому, одна сторона – это позитрон, а другая сторона – это антипротон. Тут разницы никакой, это все зависит от названия. И вот так получается, еще раз говорю, протий. Теперь, что значит сам процесс? Сам процесс появления водорода – это нормальное состояние для вакуума. Многие из вас, кто интересуется космосом, слышали, что в вакууме идет постоянное бурление, так называемое. При одном акте этого бурления возникает пара – электрон плюс позитрон. В другом акте этого бурления, в противоположном акте, идет аннигиляция, то есть схлопывание этой пары. Когда электрон и позитрон схлопываются, делают из себя квант вакуума и испускают гамма-квант как часть той энергии, которая их прежде разделяла или теперь соединяет. Вот как происходит формирование самого водорода в вакууме. Никакого процесса горения, как вот общепонятного, не существует. С другой стороны, нам, когда я учился в институте, нам объясняли, что понятием горения можно описать все, все процессы, которые идут с выделением энергии. Ну, на самом деле, я в данном случае не очень-то поддерживаю такое определение, потому что, на мой взгляд, лучше описывать это состояние, когда из кванта вакуума возникает квант водорода, квант химического элемента, квант химического вещества. Лучше это описывать словом синтез. И вот тогда, понимаешь, уже когда два элемента синтезируются, то есть складываются определенным образом, не просто вот так вот сложили их и все, а складываются определенным образом, и к этой сложной паре добавляется определенная энергия, тогда получается из кванта вакуума, квант химического вещества, то есть атом водорода. Вот как это происходит. Дальше нужны условия для того, чтобы все это происходило каким-то образом. Вот эти условия синтеза из водорода химических элементов, они обнаруживаются и есть, и вообще возникают эти условия только внутри белой дыры. А белая дыра – это внутреннее пространство любой обычной планеты или звезды. У нас планеты и звезды, они градуируются следующим образом. Чем более массивная звезда, чем более она раскаленная, тем больше шансов, что эта звезда превратится в планету типа Земля. Чем меньше раскаленная звезда, тем меньше шансов, что она превратится вообще в планету, а закончит свою жизнь какой-то маленькой звездочкой, возможно, размера, ну, примерно вот такого. Такие как раз сферические образования мы находим, я имею в виду по всей Земле, находятся иногда падающими с неба. Это как раз вот результат слабой маленькой звезды. Теперь, как происходит образование следующего химического вещества? Каждая звезда любой силы, она формирует рано или поздно стадию нейтронной звезды. Нейтронная звезда – это такое образование, когда внутри находится суп, условно говоря, ну, конденсат по-научному, из нейтронов, и вокруг этот конденсат запечатан полностью, как некая такая кастрюля из железно-никелевого сплава. Вы, наверное, тоже слышали, что с неба иногда падают метеориты железно-никелевого содержания. Так вот, это вот результаты разрыва оболочки нейтронных звезд. Нейтронная звезда – это такой котел, где идут термоядерные реакции. И вот я вам сейчас покажу сами эти реакции, которые известны, естественно, науке. Один из наиболее мощных циклов, которые идут внутри нейтронной звезды – это протон-протонные циклы. Вот я вам открываю его. Смотрите. Это совокупность термоядерных реакций, в которых водород превращается, ну, здесь написано в гелий, в звездах. Ну, а на самом деле не только в гелии, но и во все остальные химические элементы. Вопрос только стоит в том, насколько хватит мощности этой звезды, чтобы из водорода дойти вот этими термоядерными шагами, дойти до определенного какого-то химического элемента. Если, повторюсь, звезда мощная, если она огромная и в ней большое количество топлива термоядерного, то она доходит до стадии сверхновой звезды, которая в финале своем образует как раз те самые вещества – это никель и железо. Они составляют оболочку этой звезды, то есть отправляются на периферию всех термоядерных процессов, и на этой периферии они затвердевают как та самая оболочка. И получается вот та самая сверхновая звезда – железно-никелевая сфера, внутри которой молочный, в кавычках, конденсат из нейтронов. И так называемое охлаждение еще существует – это излучение нейтринное. Через нейтрино уходит лишняя энергия, и постепенно эта звезда остывает. Так вот, когда она остывает через полюса этой звезды, через пробитые вот эти дыры, которые находятся на полюсах этой сферы железно-никелевой, еще истекает различное химическое вещество, которое образовалось. И в результате через полюса это вещество выходит на поверхность и осаждается на той стороне, на внешней стороне этой самой сферы. Так получается планета типа Земли. И, кстати, очень много, несколько лет тому назад, очень много астрономы публиковали звезд различных космических таких образований, у которых из полюсов прям огромные выбивали шлейфы воды из южного и из северного. Все время они тогда удивлялись, мол, почему и откуда берется столько воды у звезды, чтобы размер вот этого фонтана был длинной, то есть сопоставимый с какой-нибудь галактикой. Вы представляете, какой фонтан? Ну, и вот то, что я вам сказал, я этот доклад читал лет семь назад в Институте физики Земли РАН. Он, наверное, есть в сети. Это были гординские чтения. Очень такой известный момент среди ученых. И мой доклад был воспринят очень даже положительно. Поэтому химические вещества возникают только в нейтронных звездах. Других котлов для изготовления химии не существует. И именно из этих котлов мы забираем себе уже потом химию для того, чтобы строить тело. Пожалуйста, например, вот картинка, где протон-протонный цикл вначале показан, потом гелий-2 получает протон, получается уже гелий-3. Потом гелий-3 плюс гелий-4. Возникает бериллий-7. То есть уже идут следующие химические элементы. Дальше из бериллия получается литий. Из литий возникает два атома гелия, каждый из которых четыре. Ну и так далее. Вот бериллия. Здесь просто показан предел этого движения на картинке. А так формируется следующая последовательность, которая идет и ниже. Просто дальше идет гораздо более колоссальная потребность в определенном виде энергии. То есть в том самом гамма-кванте, гамма-квантах, которые выделяются в результате вот этой термоядерной реакции. Поэтому я говорю, что мощность звезды, которая формирует все химические элементы, она должна быть огромной. Это не какое-то Солнце, в котором пределом может быть либо гелий, либо максимум, там какой-то третий элемент, условно говоря, или промежуточный между ними. А звезда, которая родила нашу планету, если касаться такой официальной теории, она должна быть огромной нейтронной звездой, которая оказалась способной доформировать все термоядерные реакции до того уровня, пока не получились урана, содержащие разные химические элементы. То есть это была наша Земля. Это была очень мощная нейтронная звезда. И остаток от нее, от нейтронных звезд, от мощных нейтронных звезд, остаток всегда от 10 до 30 километров в диаметре. И вот как раз наше ядро внутри Земли, оно сформировано в таких размерах. Поэтому я и утверждаю, что остаток нейтронной звезды нашей, он никуда не делся, он просто залез внутрь нашей Земли и там и остается. И отсюда, естественно, моя теория о времени, что сначала наша Земля была нейтронной звездой, она в глубине, потом она стала Плутоном, потом она стала… Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова